Глава 13. Господь сказал Моисею, «Посвящайте мне всех первенцев, какие родятся у сынов Израилевых, первый плод материнского чрева, и первенцев людей, и первенцев скота, они принадлежат мне». Моисей сказал народу, «Помните этот день, в который могучая рука Господа вывела вас из Египта, из неволи. Не ешьте в этот день дрожжевого хлеба. Вы уходите сегодня, в месяце Авиве. Когда Господь приведет тебя в землю Ханаанеев, Хеттов, Амареев, Хивеев и Евусеев, ибо Он поклялся твоим Отцам, что отдаст тебе эту землю, источающую молоко и мед, тогда ты должен будешь совершать в этом месяце такой обряд. Семь дней есть только пресный хлеб, а на седьмой день праздновать праздник Господень». Семь дней ешьте пресный хлеб. Нигде в вашей земле не должно быть ни дрожжевого хлеба, ни закваски. В тот день ты скажешь своему сыну, «Это в память о том, что сделал для меня Господь, когда я уходил из Египта. Это должно быть для тебя как знак на руке, как знак памяти на челе. И пусть закон Господень всегда будет у тебя на устах, ибо Господь своей могучей рукой вывел тебя из Египта». Выполняйте это предписание из года в год в назначенное время. Когда Господь приведет тебя в землю Ханаанеев, ибо Он поклялся тебе и твоим Отцам, что отдаст тебе эту землю, тогда ты должен будешь отдавать ему всех первенцев. Все первенцы твоего скота, если они мужского пола, принадлежат Господу. За первенца ослицы отдавай выкуп, ягненка, а если не хочешь выкупить осленка, сломай ему шею. И за первенцев человека, за своих первенцев, отдавай выкуп. Когда в будущем спросит у тебя сын, что это значит, отвечай ему так. Господь могучей рукою вывел нас из египетской неволи. Когда фараон упорствовал и не отпускал нас, то Господь убил всех первенцев в Египте и у людей и у скота. Вот почему всех первенцев мужского пола я приношу в жертву Господу, а за своих первенцев отдаю выкуп. Это должно быть для тебя как знак на руке, как повязка на челе, ибо Господь своей могучей рукой вывел нас из Египта.